всем привет ребята с вами акулов иван сегодня мы с вами снова работаем с table view и сегодня мы с вами снова узнаем что-то новое а именно сегодня мы с вами узнаем как мы можем к нашим ячейкам добавить экшены если вы работали со стандартным функционалом то вы знаете что в принципе экшены к вашим ячейкам добавить не так уж и сложно буквально 1-2 метода и у вас уже будут готовые кнопочки с правой стороны ячеек когда вы будете их соответственно свайпать влево но зная этот функционал вы также знаете что с левой стороны вот так добавить эти экшены у вас не получится поэтому мы с вами сегодня познакомимся с библиотекой которая позволит добавить к вашим ячейкам экшены как с левой так и с правой стороны поэтому не пропустите эту тему она очень интересная поехали мы с вами открываем программу xcode создаем новый проект а из application single view application нажимаем next назовем наш проект swipe cell выбираем язык swift next и create и так отлично мы с вами создали проект но так как мы с вами работаем конкретно с ячейками таблицы то нам с вами нужно создать таблицу для этого мы с вами переходим main storyboard удаляем текущий view контроллер который здесь есть перетаскиваем из объектной библиотеки table view контроллер мы видим что у нас сразу наверху появилась два унинга унинг это предупреждение это не ошибка но тем не менее с этими предупреждениями вам придется считаться первое предупреждение показывает нам что у нас в приложении нету точки входа что мы с этим можем сделать мы выделяем наш table view контроллер идем в attribute inspector и ставим галочку из initial view контроллер видите что здесь у нас появилась стрелочка которая определяет точку входа наше приложение и так следующее у нас есть table view есть table view cell это ячейка которая используется у нас в нашем table view контроллеры и здесь мы должны указать идентификатор чтобы иметь возможность переиспользовать эту ячейку при отображении поэтому здесь мы просто пишем cell и на этом пока закончили теперь у нас с вами не подписан класс нашего table view контроллера и мы пока не можем это сделать потому что table view контроллер ждет какой-то класс который наследуется от ютей был view контроллера поэтому мы переходим в наш view контроллер и у здесь дописываем слово table то есть его и ты был view контроллер теперь наш view контроллер подходит под требования нашего вот этого table view контроллера вставляем сюда и нажимаем enter мы видим что у нас все благополучно подписалось итак мы с вами хотим сделать так чтобы наши ячейки таблицы они свайпались свайпались слева направо и справа налево то есть чтобы у нас появилась некая функциональность для этого нам с вами нужно будет познакомиться с одной дополнительной библиотекой которая позволит вам этот функционал реализовать для этого нам нужно с вами закрыть данный проект давайте я перетащу папочку сюда чтобы его видели открываю его и запускаю программу терминал мы с вами будем работать сколько apods поэтому мы с вами установим сюда менеджер зависимости пишем сидит десктоп свайп сел то есть таким образом я добрался до директории собственного проекта из нажму ls то я вижу что я нахожусь внутри вот этой директории то есть внутри вот этой папки теперь здесь я пишу под и нет мы видим что у нас появился под файл теперь я пишу на но под файл на на это стандартный редактор текста который используется в терминале нажимаем именно в этом файле нам с вами нужно будет прописать что-то что позволит нам установить данную библиотеку для этого мы с вами идем в google пишем и sub table view cell нажимаем enter и видим что у нас есть ссылка на github которая как раз таки позволит вам получить необходимую библиотеку и так копируем здесь под вот это то что здесь прописано давайте еще мельком пробежимся что здесь есть вы видите что и слева и справа у нас работают свайп и и однако обратите внимание что здесь я все примеры и весь код написан на объекте все поэтому наша с вами задача по сути познакомиться с этой библиотекой на языке свифт и так еще раз копируем вот эту часть пока закрываем сафари нам не нужен теперь переходим в терминал и находим строчку под фосвайп сел то есть это поды для нашего проекта если у вас вот так не получается все это сделать то значит скорее всего у вас не не установлен коко подс для этого вам нужно зайти на сайт коко подс . орка и соответственно проследовать небольшой инструкции которая позволит вам установить данный менеджер теперь нажимая команд в вставляю ту строку которую скопировал нажимая control o нажимаем enter control x таким образом я сохранил все изменения и закрыл данный файл если мы с вами откроем под файл обычным редактором то мы увидим что здесь есть эта строка теперь что нам с вами нужно сделать написать под install и мы видим что сейчас у нас устанавливается с вами как раз таки данная библиотека и теперь наш проект изменился и здесь есть свайп сел из код workspace нам терминал больше не нужен закрываем его теперь мы запускаем наш проект запустили и посмотрим что у нас с вами здесь изменился видим что у нас никаких изменений нету значит у нас все работает правильно как нам и полагается с самого начала мы с вами немножко почистим наш проект я думаю что в виде длод нам тоже не понадобится и здесь первую очередь мы должны определить несколько методов которые вообще будут отрисовывать нашу табличку и так для этого мы пишем number of sections здесь мы пишем return 1 у нас всего будет одна секция в таблице number of rows in section здесь мы возвращаем на пусть будет 10 строк то есть в каждой секции у нас будет 10 строк затем cell for row здесь мы отрисовываем сами ячейки все эти методы вы можете найти соответственно в вашем яйте его контроле нажимаем option можно прочитать класс reference или можно прочитать вот про эти два протокола которые как раз таки определяют эти самые методы и так здесь мы с вами должны создать ячейку let's sell равно цейбл view декир юзабл сел убираем вот этот вариант указан идентификатор тот самый идентификатор который мы использовали в storyboard и вот он у нас теперь здесь мы с вами вписываем индекс отлично ячейку мы сами создали но мы с вами только что установили новый под и этот под позволяет нам использовать новую ячейку для того чтобы мы могли ее использовать мы должны сюда импортировать с сви давайте соберем наш проект сви тейбл вью сел и так мы мы импортировали сви тейбл вью сел и теперь что здесь нам с вами нужно сделать это написать с сви тейбл вью сел то есть мы с вами используем уже не стандартную ячейку а ячейку которая предоставляется нам библиотекой сви тейбл вью сел теперь эта ячейка у нас имеет два свойства left utility buttons и right utility buttons то есть это кнопочки с левой и кнопочки справа здесь мы пишем сел left utility buttons и сел right utility buttons конечно сейчас у нас будут ошибки потому что мы ничего не делаем пока с этими utility buttons но мы должны также вернуть сел для того чтобы у нас с вами не ругался x-код на этот метод и так как мы можем добавить кнопки слева и справа для нашей ячейки теперь чтобы заполнить нам вот этим массивы нам нужно их откуда взять вообще код который написан на объекты все если вы будете его трансформировать на свист он будет работать немного не так как вы ожидаете поэтому я нашел немного другое решение для этого нам понадобится создать здесь два массива первым называться будет left utility buttons двоеточие ns mutable array равно пустой пустой массив можно скопировать всю эту строку ставить ниже и это будет называться right utility buttons итак у нас есть два массива и мы по сути должны к ним обращаться вот здесь поэтому здесь я пишу left utility button as any и здесь будет написано right utility button as any почему any потому что именно так работает ns mutable array то есть мы не указываем тип просто говорим что это некий ns mutable array из объектив си поэтому когда мы трансформируем свист у нас требуется указать что это тип и не хорошо у нас есть массивы и мы должны что-то сюда присвоить для этого я создам отдельный метод который будет называться fill race ставим круглые скобочки фигурные скобочки и и здесь мы с вами пишем let ставим знак подчеркния right utility buttons равно ns mutable array и круглые скобочки затем right utility button sw и здесь мы добавляем кнопки итак я хочу добавить кнопку исключительно по цвету и по некому заголовку итак здесь я пишу red title red давайте добавим еще одну кнопку скопируем эту строку ставим чуточку ниже здесь уже будет например orange ну и давайте здесь напишем тоже orange хорошо мы с вами заполнили массив red utility button теперь нам что остается сделать это присвоить во внешний массив как раз все что находится в локальном массиве и то же самое мы делаем с левым с левыми кнопками пишем не rub а lab здесь везде это проставляем и здесь тоже и однако мы с вами поменяем кнопки сделаем их другими например green и blue скопируем и вставим сюда после того как мы с вами создали данный метод нам нужно его вызвать вызываем его здесь и давайте для того чтобы мы видели какие ячейки у нас уже с вами есть мы допишем еще одну строку по сути которая пишет текст внутри ячейки сел текст лейбл точка текст равно this is cell от здесь мы ставим слэш круглые скобки индекс path row row и так мы с вами вроде бы все сделали однако я еще хочу вот что проверить давайте скопируем вот этот класс sw table view cell зайдем в main storyboard выделим нашу ячейку откроем identity inspector и вставим этот класс сюда нажимаем enter теперь давайте попробуем запустить наш проект и посмотрим что у нас с вами получилось итак мы видим что у нас есть табличка теперь мы свайпаем направо видим что у нас есть две ячейки свайпаем налево у нас также здесь две ячейки соответственно мы можем свайпать сколько угодно здесь ячеек да здесь также есть некоторые свойства свойства которые доступны ну свойства и методы которые доступны делегату а для того чтобы познакомиться с делегатом мы давайте напишем небольшой extension extension наш view controller свин w table view cell delegate мы не будем писать методы делегата здесь однако мы с вами пройдемся по ним чтобы вы имели представление о том как они работают на самом деле эти методы делегата они схожи с любыми другими методами делегата для этого давайте мы с вами нажмем клавишу command нажимаем на sw table view cell delegate и посмотрим какие методы у нас с вами здесь есть смотрите для делегата доступны вот эти шесть методов swipe table view cell ну они называются по началу одинаково did trigger left utility button with то есть когда у нас с вами происходит нажатие на какую-то конкретную кнопку слева с каким-то индексом у нас срабатывает этот метод то есть мы можем внутри определить индекс и соответственно какой-то код то же самое с правой панелью затем scrolling state это по сути какая панель сейчас у нас появляется то есть это событие связанное с появлением в наших вот этих боковых панелей затем swipe table view cell should hide utility buttons это метод который позволяет вам прятать панели если у вас происходит какое-то появление новой панели то есть если сейчас мы запускали проект и видели много различных кнопок то если вы здесь сделаете return true то у вас соответственно не будет возможности отображать панели для различных кнопок дальше swipe table view cell это у нас метод который позволяет определить можно ли например для какой-то ячейки отобразить левое или правое меню ну и последний метод это swipeable table view cell did and scrolling то есть что должно у нас происходить по завершению вот этого скроллинга помимо этого для ваших ячеек которые являются sw table view cell также доступны несколько свойств и методов то есть есть два свойства которые мы познакомились и есть методы по сути название методов определяет то что они делают здесь все написано хорошо поэтому я не думаю что у вас с этим возникнут какие-то проблемы на этом я наверное закончу данное видео я уверен что это видео было очень и очень вам полезно я знаю как часто хочется добавить в вашу табличку возможность например делиться комментариями в различных соц сетях и сразу же попробовать удалить или там архивировать или еще что-то сделать конкретной записью поэтому теперь ваши возможности практически не ограничены в table view я вам желаю успехов с данной библиотекой с вами был акулов иван портал свитбук.ру пока